Урок декупажа Урок декупажа Под бой курантов и под брызги шампанского придет в наш дом самый лучший праздник на свете – Новый год. И вместе с ним в нашей жизни появится сказка и настоящее волшебство, которое я считаю мы вправе создать своими руками. Вернее, я считаю, что мы просто обязаны подарить волшебство праздника своим детям и близким. Ведь чем взрослее становишься, тем меньше остаются надежды на Деда Мороза и Снегурочку. Зато вы очень хорошо помните, что от них ждут. Предлагаю их вам заменить собой. Ведь даже в том случае, если они все же существуют, то они вряд ли обидятся на вас за то, что вы им решили помочь. Итак, сегодня мы будем декорировать большие шары. И поскольку времени до праздника у нас осталось совсем немного, то я покажу, как максимально просто их украсить. За основные принципы работы возьмем доступность и небольшое количество материалов, яркость декора и блеск. Да-да, именно блеск и даст нам ощущение праздничного изделия. А чтобы создать этот эффект, я предлагаю вам воспользоваться лаком с глиттерами. Глиттер в переводе с английского звучит как блеск или сверкание. Это мелкие блестки из тонкой алюминиевой фольги, плестровой пленки или стеклянные частицы различных цветов. И поскольку их палитра невероятно богата, то единственным ограничивающим фактором может стать только наша с вами фантазия. Безусловно, можно купить коробочку блесток и осыпать ими какое-либо изделие, предварительно смазав его клеем. Да, оно будет блестеть и переливаться, но вместе с ним будет сверкать все и все, кто так или иначе решит взять эту волшебную вещицу в руки. Замечу, что клей не очень прочно удерживает эти частицы. И вообще, эта технология уже осталась в прошлом веке. А поскольку мы люди с вами прогрессивные, то и предлагаю вам воспользоваться новейшими разработками. Как нельзя, лучше для новогоднего декора подойдет лак с глиттерами. Он как раз и придуман для того, чтобы создавать переливчатые эффекты, например, блеск иния. Для декупажа лучше всего подойдет клей-лак на водной основе. Он создаст глянцевую прочную пленку и сделает цвета изделия более насыщенными и яркими. Замечу, что он подходит для любых поверхностей и не требует дополнительного покрытия лаком. Это значит, что вы его можете нанести на уже готовую работу, без боязни того, что блестки будут впоследствии осыпаться. Даю гарантию, не будут. Для начала предлагаю сделать вот такой интересный шар, украшенный изображениями морских обитателей. Конечно же, декор на нем нетипичный для Нового года, но тем и интереснее эта работа. Эту игрушку интересно рассматривать и приятно подарить любознательному малышу. И повод для сказки и для интересного разговора у вас появится непременно. Правда, перед тем, как дарить эту вещицу, обязательно подготовьтесь и почитайте, чем рак отличается от лобстера. Иначе вы можете попасть в неловкое положение. Теперь расскажу, чем этот шар интересен технологически. Как вы уже знаете, на круглую поверхность практически невозможно приклеить большой кусок салфетки так, чтобы он лег без морщинок. Поэтому выход у нас один. Нам нужно поделить салфетку на небольшие фрагменты и уже потом их клеить. В данном варианте мы вырываем кусочки с рисунками. Ну и, конечно, без блеска глиттеров нам здесь не обойтись. Лак с глиттерами сгладит места склеивания салфеточных кусочков. И сделает фон изделия более ровным. Жила-была маленькая гусеница. Не сказать, что уж совсем некрасивая она была. Но отсутствие талии и некая волосатость явно мешали ей стать счастливой. Как-то раз старая улитка, увидев грустную гусеницу, искренне пожалела ее. Ведь у улитки те же проблемы, но ей гораздо легче жить. Ведь свое толстое тельце она может прятать в ракушку. Улитка, кстати, была очень тактичной дамой. Поэтому она не стала донимать несчастную разговорами. А просто проползая мимо гусеницы, которая завернулась в листик, прошептала. Не грусти. Все знают, что каждая гусеница непременно когда-то станет бабочкой. А что же мне для этого нужно сделать, склипнула гусеница. Не знаю, сказала улитка. Но я точно знаю, что так и будет. Поверила гусеница в эти слова. И каждую ночь во сне она видела себя порхающей, прелестной бабочкой. И все ей восхищались. И она невероятно была счастлива. Хотите узнать, чем закончилась эта сказка? Все именно так и случилось, как говорила старая улитка. Ведь каждая гусеница должна обязательно стать бабочкой. Конечно, если она в это поверит. Кстати, эта сказка прилагается в подарок к этой игрушке, которую я и назвала. Сон гусеницы. И я думаю, что этот подарок обязательно понравится вашей знакомой маленькой девочке. Хотя и немаленькой тоже должна понравиться. И это оптимистичная история и игрушка. Замечу еще, что в декоре этого новогоднего украшения также использовался лак с глиттерами. Но только на фоне. На мой взгляд, этого вполне хватит. И еще, сегодня мы по традиции немного пофантазируем и поэкспериментируем. Я тут по случаю прикупила листы с рисунками для объемного докупажа. Вот ими мы и попробуем украсить один из шаров. Люблю пробовать новые материалы. Да и вам советую не останавливаться на достигнутом. Итак, начнем. Чтобы у нас с вами получилась вот такая чудесная новогодняя игрушка, нам нужно приготовить. Загрунтованный коричневой акриловой краской пластиковый шар. Салфетки бумажные трехслойные с морскими обитателями. Клей для докупажа, одношаговый кракелерный лак, акрил белого цвета и лак с зелеными глиттерами. В общем-то, этого нам вполне достаточно, чтобы начать работу. Чтобы удобнее было работать, нам нужно снять с игрушки крепежный колпачок и в образовавшееся отверстие вставить ручку. Я в качестве ручки использую или большую кисть, или скрепленные вместе деревянные палочки для суши. Кстати, это очень удобно, ведь убрав или прибавив одну палочку, вы с легкостью сможете сделать держатель для любой вещицы. Ну и поскольку шар у нас пластиковый, то перед работой мы его обязательно грунтуем. В этом варианте грунт у меня коричневый. Это потому, что я собираюсь немного растрескать поверхность с помощью одношагового кракелюрного лака. Так, на мой взгляд, приклеенный декор будет смотреться интереснее. Вы же запросто можете пропустить этап создания трещин и загрунтовать шар белым цветом. Выглядеть он при этом будет вот так, то есть тоже замечательно. Но для любителей кракелюра я рассказываю весь процесс, естественно. Берем наш шар-леденец и наносим на него одношаговый кракелюрный лак. Кистью не очень толстым слоем и хорошенько просушиваем поверхность феном. На сухую, не прилипающую к рукам блестящую поверхность, мы наносим мягкой кистью мазок к мазку акрил белого цвета. Подсушиваем этот слой опять феном и у нас на глазах шарик покрывается симпатичнейшими трещинками. Теперь к нашему процессу присоединяется группа рукодельниц с белыми шарами без трещинок. Внимание! Мы готовимся к нанесению картинки. Берем трехслойную бумажную салфетку и вручную вырываем из нее все фрагменты с рисунками. Остатки салфетки с фоном мы тоже измельчаем на небольшие кусочки. Ими мы будем заполнять фон изделия. Ну и начинаем приклеивать наш декор, предварительно отделив от каждого обрывка ненужные два салфеточных слоя. Клеим их мы плоской синтетической кистью. Промазывая мотивы, клеим сверху. В общем-то наш шарик после высыхания останется только покрыть акриловым лаком для закрепления декора. Высушить и нанести на его фон вокруг рисунков лак с глиттерами. Ну а затем можно лезть в энциклопедию и искать информацию о том, где водятся крабы и креветки. Ну, на всякий случай. Продолжение следует... 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 И оно смотрелось гармонично. А уже затем снимайте защитную бумагу со скотча и прикладывайте декор, сильно прижимая его. В общем-то, как я и думала, игрушка с таким декором смотрится изумительно. А что с ней делать дальше, я думаю, вы решите сами. Можно сделать интересный по цвету фон. Можно просто на белую краску нанести разноцветные глиттеры. А я, пожалуй, пока так оставлю, как есть. Уж очень мне нравятся бабочки на снегу. Кстати, как я уже и говорила, использовать лак с глиттерами можно на любых поверхностях. Мне, например, очень нравятся вот такие деревянные плоские новогодние украшения. И смотрятся они ничуть не хуже, чем шары. Воспользуемся той же технологией, в какой мы украшали этот шар и задекорируем деревянную заготовку. Думаю, что получить в подарок такой чудесный комплект никто не откажется. Ну и, наконец, пришло время, чтобы сделать вот такое елочное украшение с бабочками. Как я и обещала, декор здесь очень простой, да и материалов совсем немного. Нам нужно взять пластиковый шар, загрунтованный белым акрилом, и приклеить на него вырезанных из бумажной треслойной салфетки бабочек. Все очень просто. Мы, как обычно, перед приклеиванием отделяем от мотива верхний слой с рисунком от двух ненужных, а затем уже кистью наносим на него клей сверху, прямо на изделе. Хорошенько просушиваем наклейки и берем баночку с акриловой краской. Поскольку этот шар я назвала сон гусеницы, то можете выбирать смело любой цвет фона. Это же вашей гусенице снится сон. У моей он зеленый, но вполне может быть и синим, и желтым, и даже фиолетовым. Все зависит только от вашего вкуса и предпочтения вашего насекомого. Итак, мы тонкой кистью наносим фоновый цвет одним слоем и подсушиваем его. Далее нам непременно нужно покрыть все изделие акриловым лаком, высушить его и уже после этого фон покрыть лаком с зелеными глиттерами. И чтобы закончить работу и сделать ее по-настоящему новогодней и зимней, предлагаю нарисовать на ней вот такие снежинки белыми объемными контурами. Но где же вы видели бабочек зимой, скажете вы? А я отвечу так, что в Новый год обязательно должны случаться чудеса, и вы имеете полное право подарить их своим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 и рассказать. У нас с вами получились очень красивые новогодние игрушки. Вот такой шар с морскими обитателями и вот такой с бабочками. Эти милые вещицы сделают любой интерьер нарядным и принесут радость и ощущение праздника, ведь они сделаны с любовью и душой. Да и собственно говоря, шар и есть самая новогодняя игрушка. И еще замечу, не забывайте приглашать в мастерскую своих детей. Им совместное творчество и общение просто необходимы для того, чтобы верить в чудеса, сказки и Деда Мороза. Снегурочки, северные олени, волшебный посох, они же не из компьютера. Все делается чудесными руками и сказочными сердцами. А как же иначе в этот праздник? Да и чем плоха профессия Санта-Клауса? Читаешь себе детские письма, а потом даришь подарки. Ну и на этом я прощаюсь с вами до новых идей и желаю всего самого чудесного, волшебного и сказочного. С вами была Наташа Фохтина. Всего доброго и до свидания.